Вы никогда не задавались вопросом, почему 1 доллар стоит, например, 80 рублей? Почему не 30 рублей, 90 или вообще 1 рубль? Дело в том, что валюта, то есть рубль, доллар, евро, по сути тот же товар, что и, например, автомобиль, футболка или ноутбук. Когда товар пользуется спросом, то он дорожает относительно других товаров. Поэтому, когда на валютном рынке многим покупателям нужен именно доллар, то он начинает дорожать относительно других валют. Такая же ситуация происходит и с рублем, в результате чего в каждый момент времени на рынке устанавливается соотношение валют. Например, за 1 доллар участники рынка готовы заплатить 80 рублей. Это соотношение и называется курсом валюты. В современных экономиках существует два основных валютных режима – фиксированный и плавающий. Фиксированный валютный курс предполагает жесткое соотношение национальной и иностранной валют. Это как если бы Центральный банк сегодня сказал, что отныне 1 доллар меняется на 10 рублей и никак иначе. Плавающий валютный курс, напротив, устанавливается в результате многих сделок по купле-продаже валюты на свободном рынке. У каждого из этих валютных режимов есть свои достоинства и недостатки. Но в подавляющем большинстве экономик, включая российскую, используется плавающий курс. Поэтому именно его мы дальше и рассмотрим. Итак, от чего зависит курс плавающей валюты? Во-первых, от макроэкономической ситуации. Когда в стране создаются прозрачные условия для ведения бизнеса, соблюдается право собственности, а судебная система работает в соответствии с буквой закона, то привлекательность страны для иностранных инвесторов резко повышается. Тогда они готовы создавать и развивать бизнес в этой стране. А для этого им, конечно же, нужна национальная валюта. И спрос на такую валюту начинает расти. Во-вторых, от конкретных действий правительства и Центрального банка. Если денег в стране становится слишком много, возникает инфляция. Предложение национальной валюты растет, а значит на 1 доллар приходится уже не 80 рублей, а, например, 100. Курс рубля ослабляется. Тогда мало кто захочет держать свои накопления в рублях, и спрос на рубль упадет. Ну и в-третьих, курс национальной валюты сырьевых стран зависит от цен на нефть. Когда нефть дорожает, то нефтедобывающие компании продают нефть за рубеж по более высокой цене. Обменивая валютную выручку на рубли, российские нефтяники укрепляют курс национальной валюты. Конечно, в каждый момент времени на курс влияет очень много событий. Однако перечисленные три фактора являются основными и определяют долгосрочную динамику цены национальной валюты. Редактор субтитров А.Семкин